Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью» с студией Татьяны Молокова. Сегодня у нас в гостях глава города Евгений Кадышев. Евгений Николаевич, здравствуйте! Добрый день! Евгений Николаевич, год завершается и, как обычно, накануне Нового года принято подводить итоги. С какими итогами подходят Чебоксары к 2018 году? Во-первых, самый главный итог, что нас в 2017 году стало 500 тысяч. Город Чебоксары перешел за эту черту. Мы теперь поняли, что наш город очень комфортный для проживания. Здесь можно растить детей, здесь можно заводить семьи, здесь можно получать образование, здесь можно работать, здесь можно просто жить. Просто комфортно жить. А кроме вот такого комфортного проживания, что-нибудь несет, какие-то преференции есть еще для муниципалитета, вот такой статус полумиллионник? Конечно, теперь нас рассматривают как крупный город, как большой город. И это не секрет. И вот недавняя поездка в Китай, тоже нас в номинации больших городов пропустили, город Чебоксары. Есть были номинации средние города и малые города. Но вот по нашей Евразии мы уступали в номинации как большой город. В какой номинации мы уступали? Вернее, что это за конкурс тогда был? Разгажите поподробнее про поезд к телезрителям. Хорошо. Есть такая ассоциация городов и муниципальных властей. Это мировое сообщество городов и муниципальных властей, в котором есть семь отделений. Город Чебоксары входит в евразийское отделение. Столицей этого евразийского отделения является город Казань. Руководителем этого евразийского отделения является мэр города Казань господин Мэтшин. И проводится работа по популяризации города, по популяризации работы мэрии города во внешней среде, связи внешнеэкономические. Вот где-то так. И я, насколько знаю, вы выступали на собрании руководства муниципалитетов этого объединения. И даже мы претендовали на какое-то крупное мероприятие. Да, у нас в этом объединении, объединенные города и муниципальные власти, по евразийскому отделению город Чебоксары занял третье место в номинации больших городов. За наше достойное и успешное развитие мы получили диплом. Кроме того, город Чебоксары рассматривался на самом высоком уровне для проведения саммита в 2018 году в городе Чебоксары. На самом высоком уровне почему? Потому что участвовало заявки, подали 140 городов. Из 140 городов на последний тур вышли такие города, как Чебоксары и Буэнос-Айрес. Мы немножко уступили Буэнос-Айресу в его положении во внешней среде. Он больше занят в медиапространстве, он больше продвинут во внешнеэкономической сфере. И поэтому комитет выбрал Буэнос-Айрес. Мы, делегация города Чебоксары, лично я, получил благодарность от руководства исполнительного комитета. Личный секретарь исполнительного комитета подошел и поблагодарил город Чебоксары за такую хорошую постановку вопроса. За то, что мы вышли в последний тур, заняли почетное второе место. И, в принципе, есть возможность в 2018 году провести в рамках объединенных городов комитет по культуре в городе Чебоксары. Ну, то есть нам нужно больше проводить международных событий, международных каких-то мероприятий. И тогда мы можем обыграть, обогнать Буэнос-Айрес в будущем. Да, и уже практически по комитету по культуре, по центру культуры Евразии Чебоксары вышел на первое место. Мы не устаем говорить о том, что Чебоксары является культурным центром по Волжье. Эту тему очень сильно поддерживает правительство, очень сильно поддерживает глава Михаил Васильевич Игнатьев. И действительно, в Чебоксаре и есть культурный центр по Волжье. И теперь, если мы сумеем провести этот комитет, то, наверное, вывод будет однозначный, что Чебоксары станут и культурным центром Евразии. Евгений Николаевич, но ведь все-таки для того, чтобы Чебоксары заметили, для того, чтобы мы стали культурным центром, нужно приводить город в порядок. Что мы можем отметить в Чебоксарах в 2017 году, кроме таких культурных, культурологических особенностей? Чебоксары, как и прежде, занимаются благоустройством территории. Действует программа «Комфортная городская среда». В рамках этой программы идет ремонт дворов, ремонт дорог. На нашей дороге Минстроем России, эта федеральная программа, была выделена в этом году 840 миллионов рублей. На дворы было выделено более 130 миллионов рублей. Отремонтировано полностью 25 дворов. Ремонт дорог привел к тому, что удалось в городе, так вот этой вот асфальтовой крошкой, которая осталась после ремонта, засыпать 44 дороги улицы частного сектора. Кроме того, очень сильно развилось строительство школ. Школ. За 10 лет не было построено ни одной школы. Сейчас, вы знаете, сдана большая школа на 1100 мест, которая действительно отвечает всем мировым стандартам. Было построено 4 детских сада, которые именно были построены в новых густонаселенных районах. В следующем 2018 году планируется постройка 5 детских садов. И школы, я знаю, планируется. И школа на Волжские 3 уже заложена. Будет построено, в следующем году будет запроектировано строительство школы и в микрорайоне Садовой, и в микрорайоне Новый город. Все это будет делаться под это выделенные средства. Проектирование уже ведется, искательские работы ведутся. Я думаю, что все это будет. Евгений Николаевич, ну вот вы, несмотря на статус депутата, статус главы города, все-таки живете в Чебоксарах и сами видите, что происходит. То есть, эти изменения можно увидеть, вы можете сами увидеть, проконтролировать. Вас, как жителя города, как неравнодушного жителя города, устраивает то, что меняются Чебоксары, как они меняются, что делается в нашем городе? Я хочу сказать, что я не просто житель города. Я коренной житель города. Я родился и вырос в городе Чебоксары. И мне очень нравится жить в этом городе, и я никуда не хочу уезжать из него. Как меняется город, заметно, наверное. Удалось в этом году переселить около тысячи семей. Семь тысяч человек получили новые квартиры. Практически идет работа по ликвидации всего ветхого жилого фонда в городе. Это очень хорошо. И сейчас идет работа по реконструкции набережной московской, которая получила название Московская набережная. Ее так назвали горожане. Длина этой набережной не самая маленькая. Пять с половиной километров. И Федеральное агентство по туризму тоже выделило для этого средства в объеме полумиллиарда рублей, для того, чтобы в течение трех лет эта набережная была самой красивой набережной по Волжи. Считаю, что у нас хорошие перспективы. Это только маленькую часть, что я назвал. А так все горожане видят, как меняется облик города, как он растет, как он развивается. У нас уже сейчас пущена первая очередь Московского моста. Впереди идет семикилометровое полукольцо, которое свяжет северо-западный жилой массив с Новоюжным. Этот город действительно будет городом комфортного проживания. Да, но это очень важные проекты, два, конечно, которые разгрузят центр и облегчат переезды между районами города. Евгений Николаевич, действительно, эти проекты, они все-таки, наверное, запланированы финансирование их в бюджете следующего года. Я знаю, что накануне нашей с вами встречи было собрание депутатов, на котором обсуждался бюджет будущего года. Согласен с вами, бюджет был принят вчера. Естественно, как и любой бюджет, как и бюджет Чуварской республики, бюджет города также напряжен. Доходная часть бюджета, как сказал Алексей Олегович, составляет за счет собственных средств города 4 миллиарда рублей. Но по тем требованиям горожан, по работе в такой вот площадке, как открытый город, по их предложениям, конечно же, надо еще столько же, чтобы удовлетворить на сегодня все, что горожанам необходимо. Но я думаю, что все в бюджете заложено, бюджет строится очень интересно, и федеральные средства, средства республики присутствуют, городские, я уже назвал, средства присутствуют. И вот этим бюджетом, консолидированным бюджетом, есть надежда, что его, естественно, исполнят, и есть надежда, что он продлит такую вот тенденцию развития города на 18-е, на 19-е, на 20-е годы. То есть не остановим те программы, те изменения, которые были в Чебоксарах в 17-м году? Нет, и по жилью, и по строительству жилья, и по ремонту дорог, и вот по культурным центрам. Все может случиться. Дело в том, что все это не должно отражаться на том, чем занимается городская администрация. По переселению жилья, по выселению и переселению из ветхого жилья, вся программа будет выполнена. Ну, а там должна быть новая, я так понимаю, программа. Она же закончилась, федеральная программа по переселению из аварийного жилья. Сейчас, наверное, надо новые дома признавать. На этот год программа закончилась, программа будет возобновлена. Процесс не остановится. То есть мы горожан можем обнадеживать, что будет... И про них не забудут, что их... Нет, нет, это жилье будет в городе. Ну, и Чебоксары будут обновляться, конечно. То, что происходит у нас сейчас с Богданкой, на глазах меняется буквально изо дня в день. И оказывается... Это будет самый красивый въезд в город, самое красивое, самое модное место, где будет просто нравится всем гулять, жить. Город Чебоксары будет самой красивой и положенной. Ясно. Спасибо большое, Евгений Николаевич. Ну, и наша встреча, она накануне Нового года. Может быть, вы хотите поздравить горожан с Новым годом? Пожалуйста, ваши камеры. Конечно. Очень хочется поздравить всех жителей города. Всех, кто живет рядом с нами, кто вместе с нами работает в этом городе, кто старается, чтобы город был лучше. Всех, кто хочет жить здесь, развиваться. С Новым годом, с новым счастьем, с наилучшими пожеланиями к вам здоровья, успехов в Новом году и самого-самого хорошего, дорогие наши жители. Спасибо большое, Евгений Николаевич. Я напомню, что сегодня у нас в гостях в программе «Актуальное интервью» был глава города Евгений Кадышев. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok